В декабре 2022 года в релиз вышло большое обновление Unreal Engine 5. Это первый масштабный апдейт до версии 5.1. Главным событием стало обновление, фоулейдж, растительности и листвы. С выходом Unreal Engine 5 появился новый способ рендеринга объектов, который называется наниты. Каждый объект, видимый на экране, состоит из маленьких плоскостей. Они называются полигоны. Чем больше полигонов, тем детальнее будет объект, поэтому на его прорисовку будет уходить больше мощности и времени. Для этого была разработана система детализации LOD, которая используется в разработке на Unreal Engine. Объекты по степени удаленности от камеры используют назначенный уровень детализации, что значительно ускоряет работу игр и движка, так как на прорисовку будет требоваться меньше полигонов. Данный способ требует большое количество времени на отрисовку каждого уровня детализации. Наниты заменяют лоды, потому что они используют динамическую детализацию объектов. У вас может быть объект из миллиона полигонов без лодов, потому что полигоны динамически уменьшаются на объекте. Например, перед нами сцена пустыни. Давайте перейдем в режим отображения нанитной сетки на объектах. И мы увидим работу нанитов в реальном времени. Каждый цвет – это отдельный полигон, и их миллионы, при этом не используется ни один лод. Самая большая проблема нанитов заключалась в том, что они не работали с листвой и растительностью. Приходилось снова использовать уровни детализации для кустарников травы и деревьев. Вот пример того, как для самого низкого уровня детализации обычно используют плоскость с текстурой объекта. Как вы видите, это выглядит не очень красиво. Давайте рассмотрим сцену, где для всех деревьев используется система лодов, так как раньше это было единственное решение. Теперь, если я начну отдалять камеру, вы сможете увидеть как деревья меняют уровни детализации. По мере отдаления, они становятся менее детальней, пока не появится самый низкий уровень детализации в виде плоскости с текстурой. Вы можете видеть, как пропадают тени, так как плоскости отбрасывают тень только в том случае, если обращены к небу. С обновлением 5.1 в Unreal Engine мы получили возможность использовать наниты на Foliage. Включить режим нанитов довольно просто. Мы переходим в Static Mesh, ставим галочки напротив этих двух пунктов. Один включает режим нанит, а другой отключает исчезновение объекта при отдалении камеры от него. А затем применяем изменения, нажимая на кнопку Apply. Я заранее проделал данный процесс со всеми деревьями в этой сцене. Теперь, когда камера улетает, мы не видим переходов, на разные уровни лодов. Деревья в том же уровне детализации, если бы мы рассматривали их вблизи. Как мы видим, тени не исчезают на больших расстояниях. Никакой потери в производительности нет. Наоборот, мы получили дополнительно пару кадров, поэтому это намного эффективнее метода детализации. Давайте рассмотрим еще один пример работы нанитов. Перед нами сцена с включенными уровнями детализации. Мы видим, что на переднем плане деревья выглядят отлично, а вот вдалеке это просто текстуры на плоскостях. Ко всему этому освещение отбрасывает неправильно тени. А теперь та же сцена, но уже с включенными нанитами. Деревья вдалеке больше не выглядят как текстуры, они отображаются в высоком качестве. Что самое главное, мы не потеряли в производительности. Я решил провести тест на более большой территории и создал лес площадью в 4 квадратных километра. В этой сцене насчитывается более 100 тысяч деревьев. При этом я получаю все еще приличные результаты. Хочу заметить, что все происходит в режиме реального времени. Раньше подобного уровня сцены были возможны только заранее в просчитанных процедурах. К тому же, наниты облегчают работу. Теперь нам не нужно прорабатывать разные уровни детализации. Нанитная растительность теперь более точно взаимодействует со светом. В реальности свет проходит сквозь листья или отражается внутри них, создавая подповерхностное рассеивание. Раньше это не работало с освещением, но теперь мы наконец-то это получили. Давайте сравним, как это было в пятой версии и выглядит в 5.1. Как вы видите в пятой версии, тени были слишком темные и нереалистичные. А теперь эта же сцена, но уже в версии 5.1 свет проходит сквозь листья и освещает землю, создавая приятные тени и отражения. Это казалось бы незначительное изменение, имеет большое значение. В разработке сейчас, на нитлендскип, это незавершенная функция и доступна в тестовых версиях. Думаю, что в следующем обновлении мы получим их. Давайте поговорим и о других обновлениях. С выходом пятой версии движка, разработчики анонсировали новую систему освещения Lumen. Мы получили с вами высокоэффективное динамическое освещение, с отскоками света, но была одна проблема. Lumen не работал с полупрозрачными материалами. Отражения стекла и воды были не очень качественные. Отражения были настолько плохи, что я старался не использовать в сценах материалы стекла и воды. Сейчас вы видите сцену в пятой версии движка и отражения в этой сцене совершенно не имеют смысла. Мы видим, что отражение появляется из ниоткуда. То же самое мы видим на этой стеклянной банке. А теперь мы видим эту же сцену в версии 5.1. Но изменений пока что не произошло. Нам нужно перейти в постобработке к пункту отражения в просветах и убедиться, что включено высококачественная передача отражений в полупрозрачных материалах. И вуаля, в сцене появилось правильное и естественное отображение. Давайте посмотрим на отражение комнаты через стеклянный шкаф. Теперь видны стол, стулья и окна. Но у данной функции есть один недостаток. Это понижает производительность. Раньше проблема отображений в воде решалась следующим методом. Использовалась плоскость с максимальным отражением и потом выставлялась на одном уровне с водой. Теперь же я могу включить реалистичное отображение, чтобы получить высокого качества отображения дикой природы в сцене без необходимости использовать плоскость. Это также было исправлено и на больших водоемах. Вы видите, как по бокам очень странные отображения. Это потому, что Unreal по умолчанию использует часть пространства для отображения в полупрозрачных материалах. Поэтому появляется данный артефакт. Давайте избавимся от него, активировав высококачественное полупрозрачное отражение. Красота. Теперь перед нами реалистичное отражение нашего объекта в сцене. Без каких-либо искажений и воздействий. Помимо отражения, изменения произошли и в глобальном освещении. У Lumen гораздо лучше отраженное освещение, потому что оно отображает свет от объектов вместо воксельного приближения. Это означает, что сцена больше освещается отскоками света и получается меньше шума. Давайте сравним, как работало точечное освещение. Сейчас вы видите сцену в пятой версии, а теперь в 5.1. Тени от предметов стали более освещенными и пропали артефакты в тенях по углам. Вот еще одно сравнение, но теперь не прямого освещения. Сейчас сцена открыта в пятой версии, а теперь в 5.1. Мы видим, что отскоки света более точные и верные. Улучшили и свет от светящихся материалов. Сейчас, когда я перемещаю объект, видно очень много шума. А вот, какой результат получается в новой версии Unreal, шума нет. Обновления коснулись и Ray Tracing. Теперь освещение поддерживает небо и атмосферу. Включить вы это можете в настройках постпроцесса. Ray Tracing теперь поддерживает декали. Функция запекания света тоже потерпела изменения. В пятой версии была нестабильная работа на этапе запекания света, но теперь все работает. Конечно, качество запекания стало лучше. В темных областях стало гораздо меньше шума. GPU Lightmass теперь поддерживают небо и глобальное освещение прямо при запуске. Система уровней тоже получила ряд обновлений. В прошлых версиях движка, если вы далеко от центра координат, Unreal начинал ломаться. Вот пример, как это было в четвертой версии. Я очень далеко, и все начинает неправильно работать, все потому, что движок не может рассчитать, что происходит так далеко. В 2015 году рекомендуемая площадь была 22 км, сейчас она увеличилась до 88 млн км. В заключение хочу отметить обновление анимации в секвенсоре. Как вы знаете, анимирование объектов в Unreal происходит с помощью ключевых кадров. И если вы хотите переместить последовательность ключей, то для этого надо было с зажатой клавишей Shift выбирать каждый ключ. В версии 5.1 были добавлены слои анимации, что значительно упрощает работу в настройке времени, когда должна начаться анимация. Вместо того, чтобы выбирать каждый ключевой кадр по отдельности. Я могу выбрать слой со всей анимацией объекта и перемещать ее по таймлайну. Вот так просто это работает. Это были все важные изменения в новой версии Unreal Engine 5.1, которые я хотел выделить. Конечно, в обновлении были сотни исправлений и нововведений, так что если вам интересно, в описании вы найдете ссылку на документацию. Если ты хочешь больше изучать и узнавать нового об Unreal Engine. Обязательно подпишись на этот канал. Я буду благодарен твоему лайку и комментарию. Спасибо за просмотр этого видео.